Хоть ты просто хотел хоть так протокол попасть? Ну я хотя бы туда попадаю, в отличие от вас. Привет! Я расскажу сейчас, в чем дело, почему у нас такое непонимание. Московские «Динамовцы» немного неожиданно довели серию против питерских одноклубников до пятого матча. Сюрприз здесь в том, что соперник коллектива Антона Коридора плохо закончил регулярный чемпионат, да и вообще казалось, что для них сезон пропащий. И пусть в плей-ин они обыграли белорусский клуб, это ничего не значило. Но еще большая неожиданность случилась в пятой игре. Москвичи неожиданно легко разгромили соперника со счетом 5-1. Да, из первой команды отдали трех игроков Никонова, Новикова и Буруянова, но первые два отвыкли от молодежного хоккея, а Буруянов очков не набрал. Более того, он устроил стычку после окончания основного времени, и никто не понял, что случилось. Я разобрался. Скажи, зачем ты после сирены накинулся на игрока? Потому что мы одна команда, если нашего одного бьют, так делать нельзя, даже если серия закончена. А кого ударили? Таймазову, Арсену. Ну, если я сейчас подойду к Таймазову и ударю, ты тоже на меня кинешься? Придется. Блин. Ну, а серьезно, после сирены это так странно выглядело? Понимаете, Алексей, все должны знать, что мы такое не прощаем, и с нами так нельзя. А тронут одного, заступятся все. А после сирены его тронули, да? Ну, там, знаете, уже 4 секунды оставалось, но это смысл. Уже все, зачем это надо было. Ждали, что рукопожатие что-то будет, но ты уже, видимо, остудился, да? Ну, да, да, о чем уже все. Ну, самое смешное, что сам Таймазов вообще был не в курсе, что из-за него заварилась каша. Обижают тебя почему? Ну, кто не обижает, все, мы. Ну, а не, ну, что там за история произошла? Тебя ударили в концовке? Да, не было ничего. А что он драться-то полез? Я не знаю, я не видел этого, честно. Прикол, он за тебя полез драться. А, да? Не, я не видел, я не видел. Ну, вот так вот вы, это, дисциплина у вас. Один не видит, другой дерется после сирены. Ну, зато выиграет. Главный тренер команды был счастлив. Осталось немного непонятно, как клуб, настолько превосходящий своего соперника, устроил себе жаркую концовку в первой серии плей-офф. Ну, пять матчей как-то удивительно, учитывая то, что я видел с Динамо-Санкт-Петербург последних двух регулярного чемпионата. Ну, полное преимущество ваше было. Зачем вам пять устроили? Нет, хорошая команда у Динамо, и странитые ребята, поэтому я не сказал бы, что они лучше, или мы сильнее. Просто храмная игра такая. А вы сильнее, ну, я слышу. Ну, сейчас вот мы выиграли, да, а полторы игры назад они... Ну, сколько сказалось то, что вам трех взрослых отдали? Ну, конечно, помогли они. У нас сейчас травма у многих, да, там, Инофилин, Чернышев, Иткач, у нас все молодые травмированные, конечно, помогли. По поводу Чернышева, что известно, когда? Ну, пока ничего сказать не могу, вроде как у него операции предстоит, потому что, ну, по всей видимости. До конца сезона уже, да, все? Ну, да, до конца сезона. А вы сейчас встречаетесь со СКА, 19.46, Мечкова там нет, а вам, наверное, неинтересно было, да? Да там столько Мечковых таких. Не, очень серьезные команды, готовимся. Ну, тоже придется опять пять матчей вы? Ну, если надо будет пять сыграть, то... Ну, а вы прекрасно понимаете, да, я себе шуток, что СКА, 19.46, фаворит, да? Тебе, они спустили Бученникова, Гурзанова, Смирнова. Что против них нужно сделать? Вот что вот, что сделать-то может? Ну, будем, будем думать как-то будем. Естественно, мы с ними уже играли. И совсем недавно относительно? Совсем недавно, да, правда, не было, да, ребят. Ну, в принципе, мы от своей игры не отходим, будем так же играть. Впрочем, хоккеисты Динамо отличаются тем, что одинаково играют как против Амурских Тигров, так и против СКА, 19.46. Они гнут свою линию, редко отказываясь от нее. И, в принципе, им все равно, какой соперник. Скажи, АСКА что-нибудь. Кого там знаешь, кроме Мичкова? Сильный соперник, Бучельников. Бучельников, да. Потом Ремезовский, защитник есть хороший. Демидов. Какой? Их два. Старший и младший. Оба в порядке. Ну, а кто братарь? Братаря Чесонифа. А еще, а тренер кто? Тренер, забыл фамилию. Его зовут Владимир Филатов. И его команда обыграла капитан, чей девиз перед выходом в плывов был «Идем за кубком». Вы счастливы или просто устали? Устали и счастливы. Мичкова вы обещали, не будете с ним играть, но как-то вот меня обманули на меня. Обещали, что не будем с ним играть? Но мы соперников не выбираем, что уж делать. Но тяжело пришлось, да, несмотря на три победы? Конечно, тяжело. Отличный соперник. Вторую, третью игру мы на жилах вообще вытащили, сами видели. Вы не лукавите? Нет, я искренне говорю. Это очень сложно. Это возраст игроков, соперников, да, или просто хорошая команда? Ну, во-первых, я знаю тренеров команды, это очень сильные тренеры, это раз. Во-вторых, пацаны подобраны здорово. С опытом игры в КХЛ тем ценнее победа. Ну, и вы просматривали сейчас будущих игроков в Сочи? А, да, да, да. Хорошая шутка. А ты не шутка? Про то, как заканчивается новейшая история капитана, я расскажу в другом выпуске. Мой прогноз в серии СК-1946 Диналом Москва 3-1. Да, я жесток, но у питерцев есть бучельников. Ну, расскажи, для кого это обыгрывать Мечкова? Да почему, Матвей, это команду уже обыграли. Сплоченным коллективом сегодня дотерпели, победили. А что у тебя за фронт? А, да это еще в первой игре. Неудачно так. В третьей игре. Не, не, не. Там случайный момент. А ты был все время со взрослыми, а ты сейчас дети одни? Почему? Никаких детей нету. У нас нет такого разделения. Все ребята молодцы. По возрасту никто никого тут не судит. А катался в этом году на автобусе? Да не, 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 нормально все. Спокойно. Что, мы не так долго катались. Поэтому не так много. Там, да, ВХЛ там были по 4-5 часов. Нормально, адекватно. Ну, тебе доволен, как начал с карьеры, провел первый год полностью взрослым? Ну, можно было, конечно, даже и лучше. Да, там, после новогодних праздников, что-то так, немного потерял форму, да. Ну, ничего. Страшно, буду сильнее. Поэтому как-то, ну, буду правильно, наверное, распределять там свои силы на сезон, да, и подготовку свою. В другой паре Запада сыграют Лока и Спартак. И мой прогноз 3-2 в пользу красно-белых. Они невероятно сильны. Ты кто думаешь, будет Лока или Ска? Ну, я даже не знаю, там уже зависит от Динамо, да? Ну, я и говорю, два варианта. Тоже неизвестно. А ты просто угадай. Кто будет? Да, Скалилок. Поэтому Лок. 8-1 в пользу Спартака в четвертом матче против Красной Армии поразили. Но все к этому и шло. Спартаковская система после того, как клуб КХЛ не попал в плывов, отрядила в молодежку всех лучших. Да, кто-то остался в химике, но все равно подбор игроков был такой, что страшно становилось. Красноармейцы же весь сезон мучились с обороной и не смогли похвастаться стабильными результатами на протяжении всего сезона. Кроме того, спартаковцы прекрасно помнили о двух унижениях в двух предыдущих сезонах. И в этот раз отомстили. То, что мы проигрывали два года подряд, там, ну, три. Скажи, пожалуйста. Тогда 0-4 в прошлом году, да? Ну, ладно. 0-3. 0-3, да. 0-3, тогда мы тоже в сильной команде. Тоже. 9-8. А ты в поза том, ты тоже играл? Потом не могу. Тебя не? После неудачи игроки Красной Армии долго сидели в раздевалке, а главный тренер даже отказался от интервью, ограничившись официальной пресс-конференцией. Что было в раздевалке? Честно, я буду говорить, наверное, больше за себя, потому что, да, я как пример команде подаю, я капитан. И от меня, в первую очередь, это идет. Я не очень считаю, что уверенно отыграл этот плей-офф. Я должен был показывать больше, играть лучше. И все начинается вот с капитана, идет вот дальше. Пацаны смотрят, и поэтому, если что и случилось, то это я играл неприемлемо в этом плей-оффе. Что-то показывали, какие-то были знаки, сигналы с утра, что вот может так все закончиться? Да нет, на каждую игру ты определенный ритуал делаешь, настраиваешься, будет. Ну и последнее, что у вас за напутствия сказали? Ребята молодые. Время не терять. Время не терять. Время самое ценное, что у нас есть. Тем более у спортсменов она утекает. Казалось бы, вроде год назад еще в финале, да, стояли, разговаривали перед играми, как будем, что будем. А вот уже сезон прошел. Слово к Спартаку придется не сладко. Но если бы я давал прогноз пару месяцев назад, то без сомнения бы поставил на ярославцев. Сейчас все иначе. Не стыдно 1-8. 8-1. Красное это имя, это титул, а вы... Трудовая работа? Может, ты в Балашихе играл? Какие вопросы у меня? Жаль, что я живу не на Востоке, иначе бы был специалистом по этой конференции. Что там? Омские ястребы не встретили никаких проблем в серии против сибирских снайперов. Победа в трех матчах. При том, что ни в одной из этих встреч не было интриги, мы должны отметить проигравших. Лев Бердичевский вывел команду в золотой дивизион, довел до плей-офф. За работу не стыдно, но против машины не попрешь. Соперником о мячей будет толпар. Уфимцы устроили главную сенсацию Востока, выбив из борьбы стальных лисов. И в Магнитогорске до сих пор не понимают, как это могло произойти. В составе отлично вратает Набоков, злой Канцеров, а все закончилось за 4 игры. Но уфимцы вряд ли сумеют навязать борьбу о мячам. Мой прогноз 3-1 в пользу команды Виталия Черночуба. Авто очень сильно старался в серии против Чайки. В каждой игре была борьба, но не хватило Виктора Неучева, которого забирали в клуб КХЛ. Зрелищная серия завершилась победой Нижегородского клуба в 4 встречах. Соперником Чайки будут Мамонты и Угры, хотя они не без проблем прошли Белых Медведей. Выиграв два домашних матча, ханты-мансийцы вернулись домой с ничейным результатом в серии. Казалось, что команда Марата Аскарова на кураже сокрушит молодежь в решающем матче. Но главный тренер Мамонтов Олег Таубер выбрал идеальную тактику и заставил своих игроков сыграть безошибочно. Мамонты показывают очень веселый хоккей. И лично я верю в победу Мамонтов в 3-2. На этом я прощаюсь с вами. Изучайте своих соперников как следует. До свидания. И то есть это запланировано, что Буруянов после сирены будет прыгать на игроков? Я вообще такого не имею вообще. А зачем он прыгал? Ну не знаю, видимо эмоции немножко. Мы же, вы знаете, коллектная команда, все время сдерживаемся. После сирены где-то в финале, наверное, мы уже. Он думал, может, в протокол не идет, так идет в протокол. Протокол, наверное, загнут. Ладно, надеюсь, что после сирены пятого матча тоже снова прыгнет. Ну, дай бог.